Всем привет на моём канале, и я приехала в Москву. Вы, наверное, никогда не угадаете, зачем. Я приехала буквально на один день. Сегодня утро, воскресенье. Я проведу этот день максимально с пользой, и ночью сегодня поеду обратно. И сейчас в процессе я расскажу вам, зачем же я приехала сюда. Пока иду, расскажу вам, зачем же я приехала. Я приехала на концерт Ева Власова. Это такая артистка, которую я слушала всё время, пока жила за границей. И ради этого концерта я готова была приехать даже из Чубоксар на один день. Поэтому я приехала на концерт, но и встречусь со своими подругами, с которыми я не смогла встретиться в прошлый раз. У меня есть две лучшие подружки, они двойняшки. И в прошлый раз я была у одной из них в гостях, а вторая из них была в отпуске в Таиланде, поэтому мы с ней не смогли встретиться. И теперь я иду снова к ним в гости. И мы сейчас будем несколько часов болтать обо всём, потому что мы дружим уже 20 лет, и не видя слились полтора года, это очень сложно для нас. Поэтому сейчас мы будем наконец-то болтать обо всём, о чём хотели болтать эти полтора года. Ну что, вот мои лучшие подружки. Оказалось, что мы дружим уже 20 лет. Я сегодня посчитала на 19, в следующем году будет 20. Сидим, болтаем обо всём. Так что... А тебе надо видеть Дашу. Да. Я тоже рада всех видеть. В общем, главные фанаты моего ютуб-канала, вот этот человек смотрит мои видео. Вот кто? Ксюша, ты почему не смотришь? Я комментирую на всеми, которые смотрю. Да, она комментирует. Молодец. Так что вы тоже оставляйте комментарии и лайки под этим видео. Не зря же я снимаю всех своих друзей в своём видео. Я приехала в свой любимый концертный зал «16 тонн». И сегодня здесь будет концерт. Это Ева Гласовой. Поэтому я уже приехала немножко пораньше, чтобы стать в очередь. Посмотрим, есть ли там люфы или нет. Я уже пришла на концерт и стою в первом ряду. Вот такой вот концерт в моём любимом клубе «16 тонн». Джон Росинья! Добро пожаловать в Казахстан! 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 Спасибо! Добро пожаловать в Казахстан! 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 идут вниз 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 по лестнице вот такая вот история если вам немножко расскажу чем же я вообще занимаюсь у меня очень мало свободного времени на самом деле поэтому снимаю ролики я редко но стараюсь что туда снимать мы с вами уже спустились вниз к волге и у нас вот здесь такая отреставрированная набережная конечно когда я была маленькой мы сюда ходили здесь выглядело все это не очень но теперь уже все выглядит очень даже красиво и все люди приходят сюда часто погулять мы уже с вами ездили в санаторий чувашия он располагается вот здесь видите в предыдущих роликах я вам показывала санаторий но сейчас мы находимся совсем на другой стороне из страны города мы с вами видим набережную реки волга здесь у нас хороший пляж но конечно его сейчас не видно но он достаточно широкий чистый и привезем сюда дополнительный песок для того чтобы летом люди загорали и отдыхали и мы с вами уже вышли на залив я вам уже тоже в предыдущих видео показывала это набережную но здесь мы с вами не были здесь другая часть залива если вдруг вы не видели этот выпуск обязательно посмотрите и приезжайте в наш город чебоксары для того чтобы погулять по этим красивым местам на самом деле город недооценен я считаю что здесь очень красиво и есть где погулять поэтому обязательно приезжайте видите тут даже уточки красивые плавают вот самая ближайшая точка когда я вам могу показать родину мать я вам уже не рассказывала это вот здесь получается можно подняться по ступенькам подойти прямо близко-близко туда но мы туда с вами подходить не будем потому что мы идем дальше гулять и проходим мимо этого места у нас также здесь есть такой красивый мост по которому все обычно гуляют здесь разные кафе можно летом тут какие-то танцы и шашлык машлык все и мы вот идем по этому стул обычно ночью подсвечивается или обычно здесь все огромное количество пауков которые сидят прям на этом мосту вот в этих местах и ждут своего часа чтобы кого-нибудь да съесть шутка у меня просто арахнофобия поэтому я когда иду ночью по этому мосту мне становится всегда очень страшно я быстро-быстро-быстро прохожу здесь чтобы не на меня никакие пауки не упали такая вот история хочет все заржавела тут но на самом деле не на это должны будут покрасить это все и вот у нас есть дом правительства и здесь вот обычно у нас лебеди летом тоже не значит они зимой в директор это выводят почему-то очень обмелела река не знаю залив воды мало наверное нее потом как-то добавить сюда очень подозрительно стран мама балует меня и каждый день у нас разные виды кулинарных шедевров вот сегодня сосиски в тесте когда живешь в другой стране очень скучаешь по нормальной еде поэтому я очень с радостью и благодарностью к своей мамочке ем ее шедевр